И снова здравствуйте! С вами Вячеслав Федоткин. И сегодня мы научимся делать водяные знаки и ставить их на свои картинки. Но на мой личный взгляд, водяные знаки не могут использоваться как защита от воровства. Потому что любой мало-мало соображающий человек в фотошопе, ну или тот, который посмотрел, например, мой урок, убираем лишнее, подобным образом может сделать все что угодно с картинкой. Здесь дело совести. Я, например, использую водяной знак в этом видео уроке, скорее не как защиту, кому нафиг он нужен, правильно? А как ссылку на источник этого урока, то есть на мой сайт. Ну что, с разговорами закончили. Давайте я покажу, как это все делается. Начнем с самого примитивного. Возьмем картинку и поставим на нее водяной значок. Вот у меня есть пять игрушек из цветов. Возьмем любое изображение и подпишем его. Я, например, пишу название своего сайта. Замечательно. Если у нас здесь будет неоднородный фон, то мы должны сделать надпись полупрозрачной. Иначе здесь ставим непрозрачность 50%. В принципе, у нас все готово. Ctrl-Shift-E, сводим слои, сохраняем картинку. Но не так-то все просто. Например, если у нас картинка вся темная или на черном фоне, то наш водяной знак просто не будет виден. Вы скажите, давайте черный цвет заменим на белый. Я скажу, давайте. А я фон сделаю белым, и тогда у нас и белый не будет виден. Поэтому давайте сделаем универсальный водяной знак. Что я для этого сделаю? Давайте фон сделаем такой разный-разный. То есть бело-черный и даже серый. Чтобы просто было видно, что на любом фоне наш водяной знак будет заметен. Так, вот. Итак, как же мы его сделаем универсальным? Правильно. Нам нужно поставить всего лишь ему обводочку включить. Вызываем стиль слоя двойным нажатием. Включаем обводочку. По умолчанию черный, 3 пикселя, нормально. Видите, да? Он у нас теперь уже универсальный. Что ж, отлично. Теперь давайте рассмотрим, если нам нужно в виде водяного знака использовать свой логотип или какую-нибудь картинку. Что ж, тоже нет ничего сложного. Находим свою картинку или открываем ее сразу в фотошопе. Я открываю логотип салона цветы у яблоньки, которые, кстати, делали все эти прекрасные игрушки. Перетаскиваем его на картинку. Масштабируем, как мы хотим. Ну вот здесь, конечно, это уже коммерческие продукты, поэтому будем перекрывать изображение как-нибудь вот так, чтобы злые конкуренты не хватали ее или хотя бы помучились, убирая этот логотип. Но опять же, чтобы он сильно не бросался в глаза, делаем ему полупрозрачность 50%, но он становится совершенно ничтабельным. Для этого так же, как и для текста, добавляем ему обводочку. Только обводочку, судя по изображению, не черную, а лучше беленькую. ОК. Ну что ж, более-менее. Так же сводим слои, сохраняем для веб, и у нас картинки готовы. Замечательно. У вас сразу же уже возник вопрос. Ну хорошо, одну-две картинки мы так обработаем. Ну а как обработать, если у меня целая фотосессия замечательных своих произведений? А я вам отвечу. Нужно автоматизировать этот процесс. Как мы это сделаем? Да, очень просто. Нам достаточно один раз записать последовательность команд, и потом, используя функции Photoshop, просто повторять их на каждом изображении. Показываю, как это делать. Сначала вызываем окно операции. Alt F9. Так, для удобства я его перенесу сюда. Эти палитры. И здесь нам нужно создать новую операцию. Ну вот здесь тыкаемся на создать новую операцию. Обзываем ее. Это у нас будет водяной знак. Сначала запишем текстовый текст. Дальше. Я хочу вызывать его по горячим клавишам. Ставлю здесь Ctrl F2. Записать. С этого момента он все записывает. Выбираем текстовый курсор. Щелкаем по картинке. Пишем свой сайтик. Или свое имя, фамилию. Значит, делаем сразу, как мы помним, белый ему цвет. Чёрную обводку. Окей. И 50% непрозрачность. Или прозрачность 50%. И сводим слои. Ctrl Shift Я. Всё. Останавливаем запись. Теперь, если я хочу это повторить на какой-то другой картинке, например, на вот этой, мне достаточно будет нажать название и сказать выполнить, проиграть. А еще проще. Я задавал горячей клавишей нажать Ctrl F2. Вот он у нас появился. Ну, а чтобы повторить со всеми картинками, вот у меня в директории 5 таких картинок. Чтобы на них, на всех поставить водяные знаки, автоматически, я использую, конечно же, автоматизацию. Файл автоматизация пакетная обработка. Выставляем нужный нам параметр. Операция. Идет здесь по умолчанию та, которую вы записали последней. Если нет, то выбираем из выпадающего списка, нужную нам, водяной знак текста. Папка. Выбираем ту папку, из которой мы берем картиночки для обработки. Здесь папка выходная, в которую будут сохраняться эти картинки после обработки. В данном случае я беру ту же самую папку. Здесь по умолчанию стоит такой значок игнорировать команды сохранить. Но так как у нас не было записано команды сохранить, мы этот значок должны убрать. Иначе все результаты работы не сохранятся у нас. А здесь мы должны указать по шаблону, как будут называться наши выходящие файлы. То есть по умолчанию мой файл, здесь, если у нас ничего не указано, он будет перезаписывать файл, который у вас есть в директории. Но зачем? Вдруг он сделает что-то неправильно. Поэтому мы создаем копию и к имени документа добавляем порядковый номер. Из одной цифры, из двух и так далее. Здесь все есть. Не забываем указать его расширение и говорим окей. А дальше просто сидим и наблюдаем. Вколывают роботы, а не человек. Вот мы даже не видим, как он умудряется вставлять туда надпись. Потому что видеокарта не успевает отобразить этот процесс. Все. Последняя картиночка. Идем в нашу директорию, смотрим. Обратите внимание, что на всех на них присутствует эта подпись. Прикольно, да? Ну что ж, с этим разобрались. Это самое простое. Так, я их сразу удалю. Потому что сейчас мы попробуем сделать то же самое, но с картинкой, с логотипом. Запускаем запись новой операции. Узываем ее также водяной знак, но теперь лого. Тоже хочу функциональные клавиши использовать. Как же так? Только с шифтом уже, чтобы не повторялось и конфликта не было. И записываем. Открываем файл с нашим логотипом. Говорим Ctrl-A, то есть выделяем все. Ctrl-C копируем. Переходим на нашу картинку. Или щелкаем, или Ctrl-Tab. Ctrl-V вставили. Замечательно. Масштабируем. Ctrl-T. С шифтом и альтом увеличиваем масштаб. Отпускаем. Поворачиваем, как нам удобно. Опять же с шифтом масштабируем. Говорим ввод. Дадим также обводочку, как вы помните, уже не черную, а белую. Ну, в конкретном случае, каждый смотрит, какую он дает, или не дает. И ставим полупрозрачность 50%. Вот. Остается нам только свести слои и остановить запись этой операции. Ну что ж, посмотрим еще раз, как машина будет работать за нас. Запускаем файл, автоматизация, пакетная обработка. Проверяем, по умолчанию у нас стоит та операция, которую мы записали, последняя водяной знак лога. Папки не меняем. Здесь можно ничего не менять, но можно вот порядковый номер, единственное, поставить две цифры. И говорим окей. И наслаждаемся. Как только оно остановилось, мы видим, что все у нас обработано. Посмотрим. Теперь вы видите, у нас уже нумерация идет с двумя цифрами. И на всех наших картиночках стоит водяной знак. Красота. А теперь я спешу обрадовать вас. Все то, что мы только что сделали, никому нафиг не нужно. Можно этого не делать. Вы же эти картинки будете выкладывать у себя на сайте. Правильно? А для сайтов есть плагины, которые позволяют автоматам делать все то же самое. И не обрабатывать картинку руками, ставя на нее водяной знак. Объясню на конкретном примере. Сюрприз для тех, кто обладает сайтом на движке WordPress. Есть такие плагины. Заходим в панель администрации, как устанавливать плагины. Я думаю, все знают. Нам достаточно ввести в поиски Watermark Водяная марка. Кстати, вы знаете, да, что впервые водяные знаки появились в 13 веке в Италии. Производители бумаги теснили свои инициалы или рисунки, чтобы идентифицировать свое производство, но и своеобразная реклама. Так, нам понадобится первое. Watermark Reload, то есть водяной знак перезагрузка. Он делает все то, что мы делали с текстом. А вот следующий, Transparent Image Watermark делает как раз из картинок то, что нужно. То есть устанавливаем один или другой. Сейчас я покажу, как они настраиваются и как они работают. Они у меня уже установлены. Идем в настройки первого плагина, перезагрузки. Здесь мы включаем, на каких картинках он будет ставить. На превьюшках, на средних, больших, полноэкранных. Здесь положение, где он будет ставить. Например, в правом нижнем углу. Здесь отступы от края в пикселях. Соответственно, по горизонтали и по вертикали. Здесь сама надпись, которую он будет вставлять. Здесь шрифт и размер. Вот превью, что он будет вставлять. Сохраняем установки. И на каждую картинку он будет выставлять такой водяной знак. Цвет, соответственно, его тоже можно менять. Но, это довольно-таки примитивный плагин. Я предлагаю вам, если вы хотите все-таки ставить водяные знаки, воспользоваться вторым плагином, который делает полупрозрачные картинки. Он очень похож на тот. Здесь адрес, где эта картинка располагается. Здесь прозрачность. Обычно 50%. И все. Но, учтите, картинки могут быть, конечно, и цветные, и самые разные. Но вам нужно подобрать оптимальный размер картинки, который он будет вставлять. И здесь, к сожалению, нет позиционирования. То есть, эта картинка водяного знака будет вставляться по середине вашего изображения. Ну что ж, на этом все. помешайте гнусным ворам воспользоваться вашими творениями. А я прощаюсь с вами. До новых встреч.